Я представляю ЖК Европейский и, в принципе, всех отманутых дольщиков Ростовской области. Сегодня, к сожалению, тут нет основных пострадавших от долевого строительства, поскольку они вынуждены работать на нескольких работах, платить ипотеки за воздух, кормить детей и платить за съемное жилье. А некоторые из дольщиков даже скрываются от коллекторов, которым государственные банки продали их долги. И говоря о том, кто виноват в том, что этих людей бросили в такой социальный ад, конечно, виноваты они, но виноваты они в том, что они поверили своему государству. Они поверили, что 214-й федеральный закон, который принят в том числе депутатами Государственной Думы, их защитит. Это уже потом мы узнали, когда, к примеру, в администрации железнодорожного района города Ростова-на-Дону глава администрации смеялся над нами над тем, что мы такие наивные и думали, что этот закон нас защитит. Или когда министр строительства Ростовской области заявлял, что вы же понимаете, что это предусматривает риски. Ну вот и вы попали в эти риски, чего вы хотите. И вот в связи с этим я хочу сказать, что эта проблема, да, ее должен решать регион, но все-таки ее создал федеральный центр. И вот конкретно беря наш регион, я полтора года хожу на совещание, мне каждый раз обещают, со следующей недели, со следующего месяца начнется строительство. Уже десятки этих давали графиков и дорожных карт. Но реально я вижу, что регион не может это решить, в принципе не способен. И мы ходим на все эти совещания, они достучались только до губернатора, и я понимаю даже, почему мы не достучались. Потому что губернатору нечего нам сказать, нет у него решения этой проблемы. И поэтому у меня предложение, поскольку проблема создана на федеральном уровне, то и решать ее нужно на уровне федеральном. И у регионов денег нету, соответственно, все объекты, которые были, все объекты долевого строительства, в которых люди пострадали до появления этого компенсационного фонда, необходимо достраивать за счет средств федерального бюджета. Потому что иначе мы через 10 лет здесь соберемся, и точно так же ничего не будет построено. По 15 лет региональные власти не могли решить проблему. Почему они решат проблему в следующие три года? Они ее не решат, они не могут. А люди тем временем, жизнь проходит, это поломанные человеческие судьбы, это дети, которых не завели, это дети, которые живут в нищете. Раз государство это сделало, то оно должно решить эту проблему. А кто эти вопросы-то создал? Кто создал? Поэтому давайте, коллеги, мы исходить из того, что ответственность должна лежать на тех, на ком она сегодня лежит. Мы помогать будем, контролировать будем, создавать условия будем, искать решения будем, о которых здесь министр говорил, поддерживать. Но если только огромное количество тех, кто принял неэффективное решение, в сторонку отойдут и еще скажут, дайте нам денежки, которые бездарно потрачены, то, как вы понимаете, это за счет кого? Это за счет кого будет? За счет людей. За счет людей. За счет людей. Вы поймите, тогда эта проблема будет решаться за счет людей, которые не участвовали в этом. Давайте мы послушаем еще заместителя губернатора Ростовской области, который здесь присутствует, чтобы он нам пояснил ситуацию конкретно с вашим случаем. Пожалуйста, Сергей Борисович. Вячеслав Алексеевич, уважаемые коллеги, добрый вечер. Действительно, ЖК Европейский 10 домов находится в недостроенном состоянии. Я приглашаю, ежемесячно работаю с рабочими, с представителями ЖК Европейский. Мы с ними находимся в прямом диалоге. Из 10 домов буквально в этом месяце один дом уже будет закончен, сдан, введен в эксплуатацию. В июле месяце 9 домов. Что мы сегодня разработали? Мы видим, тот механизм, у нас есть закон поддержки обманутым дождикам. Тот механизм, который был предусмотрен, застройщики не шли на него. То есть выделение бесплатно земельного участка, объема земельного участка не хватало и было неинтересно застройщикам. Мы с ними проработали, я собрал застройщиков, проработали с ними, какой объем будет достаточно земельного участка. Мы сейчас формулу меняем у себя в законе, будем вносить изменения 27 числа у нас, законодательное собрание. Но предварительно мы уже застройщиками прорабатываем о выделении земельного участка, достаточно ли будет, и которые будут крупные застройщики, заходить на достройку ЖК Европейский. Но надо понимать цену вопроса достройки. Ну там все говорят, сколько это стоит и так далее. Уголовное дело возбуждено по ЖК Европейскому. На сегодняшний день с нашим университетом ДГТУ заключен договор, который сегодня исполняется, находится в стадии исполнения, и в этом месяце уже будет закончен, обследуют все многоквартирные дома. То есть идет техническая экспертиза по определению цены вопроса достройки этих многоквартирных домов. В июле мы точно поймем цену вопроса, потому что один застройщик говорит о каких-то миллиардах, больше миллиарда, другой 900 миллионов. То есть у нас будет конкретная цена, конкретная земля и конкретный застройщик. И мы планируем, что в этом году у нас уже начнется достройка этих домов ЖК Европейского. То есть мы планово ведем эту работу, у нас никаких нет, вот как я вижу, там препятствий сегодня на то, чтобы мы в этом году не начали застройку ЖК Европейского. Такой сложный момент. Мы видим, что много домов, которые сегодня стоят, не законсервированы, поэтому нужно и консервацию провести. Мы на эту тему сегодня думаем, как провести дома, которые низкой степени готовности законсервировать, чтобы еще зиму простояли. Но в следующем году мы уже начинаем их достройку, и на сегодняшний день потенциальные инвесторы у нас есть. Единственное, мы должны внести изменения в закон, что мы 27 июля сделаем. У нас будет законодательная цена. Вы вот окончание срока строительства, как для себя определили, вот то, что молодой человек говорит? Мы для себя определили, мы 17-18, вот эксплуатация будет в первом полугодии 2019 года. То есть окончание у вас первое полугодие 2019 года? По ЖК Баррикадному я уже говорил о том, что мы также на него сейчас, ДГТУ будет заходить, определим его степень, сколько цена вопроса его будет достройки этого дома. И мы его достроим точно так же, как и по ЖК Европейскому. Почему так произошло? Инвесторы не просчитали? Или вы? Вот почему 10 домов там или 9 стоят и теперь будут консервировать? Это же гибель домов. Какая консервация? Там же отопления нет. Как вы их законсервируете? Через 5 лет потом будем снова ремонт. Вот это как чей просчет? Инвесторов или кто вы, на вас, что вот не могут достроить? Начали и не могут. Почему? Нет, вы знаете, вопрос в том, что деньги были выведены, и там уголовное дело сегодня возбуждено, ведется следствием. Поэтому дома не были застроены. Коллеги, минуточку, не надо. Значит, давайте дадим возможность задать вопрос тем, кто приехал издалека. Да, пожалуйста. Сергей Борисович, вы говорите, что вы думаете, как отношение к губернатору работали, как вы говорите? Ну, во-первых, наш губернатор никогда не отказывался от встреч. Во-вторых, он четко меня определил, и вы, наверное, знаете, законодательное собрание у нас было только, что поднимался этот вопрос на нашем внутреннем законодательном области, где было сказано, что я непосредственно возглавляю эту рабочую группу и веду непосредственно работу с дочками. Я передам, безусловно. Коллеги, давайте, во-первых, попросим наших коллег из законодательных собраний регионов провести в рамках регионов парламентские слушания регионального уровня по данной проблеме с приглашением губернаторов, с приглашением чиновников федерального уровня, с приглашением застройщиков, приглашением страховых компаний конкретно в регионе. Мэр города обязательно должен принять участие и ответить, почему принималось решение, потому что они с нами ставили подпись и могут ответить за свои действия депутатов, пускай пригласят федерального уровня. Депутаты Государственной Думы с удовольствием приедут и примут участие в таких слушаниях. Поэтому, коллеги, давайте мы в рекомендациях запишем и потом посмотрим, кто провел, кто не провел. Но, в принципе, у нас понимание сейчас появляется, что не особо уделяют вниманию разговору. И очень много вопросов именно из-за того, что нет ясности. Ясности нет, что будет с их домом. И нет диалога. Президент в рамках прямой линии диалог ведет с каждым гражданином, а на региональном уровне, значит, он не может достучаться. Поэтому отсюда проблемы произрастают. Президент в рамках куратора. Дело в том, что вы обязаны, господа президиума, знать то, что творится на улице Баррикады. Это единственный объект на всей территории нашей страны, где застройщик с помощью вас, властей, позволил себе, что люди покупали двухкомнатную квартиру, отдельную двухкомнатную квартиру, оплатили стопроцентную цену. Теперь застройщик позволяет себе выделять им через суд одну десятую долю. Он выдает уже в построенном доме, и вы только вслушайтесь, в построенном доме он выдает дольщиков, подождите, он выдает 10 дольщиков, вселяет в одну квартиру. И судьи выдают им одну десятую долю в квартиру. То есть получается, что люди заплатили за двухкомнатную квартиру, а им дают даже не коммунальную квартиру, а просто метры для кошек. И извините, что я выскочила из своего места, потому что от этого изобрания можно выскочить из собственной курточки. А вы, господин, пожалуйста, ответьте нам на вопрос. Вы об этом не знаете? Они около вашего порога, ребята, ночуют эти люди. Они мне оборвали телефон, как у РАТО. Ответьте, пожалуйста, вы знаете? Один вопрос. Вы, в курсе того, что люди в местной двухкомнатной квартире дают 10 квадратных метров? Спасибо большое. Мы разберемся с этим вопросом. Сергеич, у меня просьба. Вы не просто разберитесь, а услышите то, что вот здесь жители Росковской области, это наш с вами избиратель. Он избирал губернатора, он избирал депутатов, государственных. Мы здесь сидим, невзирая на наши политические воззрения. Посмотрите, коммунисты, либеральные демократы, справедливая Россия, единая Россия. Мы здесь все, потому что решается проблема человека. Но вы, в конце концов, вот там, внизу, вы тоже возьмите, вместе соберитесь и найдите решение. Власова Ирина Валерьевна, член инициативной группы ЖК Европейский. Ну что, ситуация, в принципе, у нас остается на том же уровне. Все власти, региональные наши власти, да, они действительно проводят собрания, но в основном и не там. То есть в течение, наверное, уже полутора-двух лет, как остановилось строительство, по крайней мере, на ЖК Европейском, разрабатывались уже и дорожные карты, разрабатывались полностью планы по реализации вывода ситуации. Но, к сожалению, все остается на том же месте. И, плюс ко всему, губернатор, к сожалению, никак не хочет с нами встречаться. Мы обращались, уже кучу писем написали, но, к сожалению, он ни разу с нами не вышел на связь. А в чем причина? Очень сложно сказать, почему он не хочет. Мы понимаем, конечно, что он очень занят, что у него постоянные дела, и что, естественно, он присылает к нам на встречу своих заместителей. Но все-таки хотелось бы лично с ним встретиться. Может быть, он не в курсе, мы не знаем. А может быть, просто нечего сказать. А по всем этим фактам там сейчас уголовные дела? Да, на самом деле ведутся уголовные дела. Две компании из ЖК Европейских у нас уже считаются банкротами. Плюс ко всему мы предоставили следствию аудиозапись, где наш застройщик говорит о взятке в 40 миллионов. Кому? Следствие предоставили. Кому, к сожалению, мы не знаем, потому что это аудиозапись. То есть там просто в этой аудиозаписи говорится о том, что мы заплатили 40 миллионов? Да, чтобы не сесть в тюрьму. Это дословно. И этот ролик гуляет уже по всему интернету. А кто это говорит? Это наш застройщик, господин Израилян Бардан Сагаделович. А где он сейчас находится? Он находится под домашним арестом. Кстати, ему была вменена очень странная мера после таких вещей. Всего лишь навсего домашний арест. И когда она была вменена? Ой, я сейчас вам точно, честно говоря, не скажу когда. Ну, буквально сравнительно недавно, так скажем. Потому что у нас года, в принципе, по времени, у нас около трех лет, когда дома стоят. А приблизительная сумма, которая исчезла? Ой, там говорится порядка 273, по-моему, миллиардов. Это в общей сумме, да. Смысл проблемы ЖК Баррикадного, наверное, состоит в том, что через суды были получены дольщиками судебные решения. И на каждого дольщика было выделено не просто квартира, как было положено по закону, а количество квадратных метров. В итоге оказалось, что дольщики баррикадной прописаны, как бы не прописаны, а приписаны, практически по 6-10 человек на одну квартиру. То есть каждому выделили просто метры. И вот в этом большая проблема. Продолжение следует...